МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...что имеют дело с более-менее вменяемой страной, с которой можно о чем-то договариваться. Хотя после Бучи и Мариуполя всем понятно, что собой представляет современная Россия. Даже если они не закроют Сахнут, Сахнут продолжит действовать в стране, совершающей массовые военные преступления. В стране министр иностранных дел, который распространяет антисемитские мифы о еврейском происхождении Гитлера. У евреев нет будущего в такой стране. В студии депутат КНЕС, это от партии Ешатит, Владимир Беляк. Владимир, добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер. Буквально недавно вы оставили в Фейсбуке такую запись, что вы полностью поддерживаете политику Яйрлапида в отношении Сахнута, имеется в виду в отношении. В контексте более широком поддерживаете позицию, политику Лапида по отношению к России и к Украине. У меня вопрос, а в чем состоит политика Яйрлапида, как премьер-министр государства Израиля, по отношению к, пожалуй, самой острой сейчас международной теме? Я думаю, что Яйрлапид с самого начала, высказал с самого начала этой войны, высказал очень четкую позицию, когда он был еще министром странных дел. Мы осудили эту агрессию. И наша моральная, ценностная позиция абсолютно понятна. Наши ценности всем понятны. Мы государство демократическое, либеральное, уважающее территориальные границы, уважающее международное право. И в этом смысле наша позиция не изменится. Мы, естественно, знаем, что в России живут тысячи, десятки тысяч наших граждан и огромная еврейская диаспора. И мы об этом помним. И мы помним о всех тех общих интересах, которые у нас есть с этой страной. Россия во многих сферах, наши партнеры. Поэтому наша позиция, она взвешенная. Сейчас в Москве находится делегация, которая приехала по поручению премьер-министра. Она ведет переговоры с соответствующими службами в Министерстве юстиции Российской Федерации. Следующее заседание суда назначено на 19 августа. Мы сделаем все возможное, чтобы урегулировать этот вопрос. Судя по всему, Лапитбе продолжает политику Беннета, то есть максимально дистанцироваться от этого конфликта. И скажем на прямые вопросы украинцев. Дадите ли вы нам оружие, чтобы защититься от российской агрессии? Иерусалим делает вид, что он не слышит эти обращения. Мне сложно высказываться на этот счет, потому что для этого есть соответствующие службы, которые принимают решения по этому вопросу. Это премьер-министр, министр обороны, Министерство иностранных дел, которые занимаются этим вопросом. Естественно, они находятся в контактах и с украинским правительством. Я думаю, что есть службы, которыми этим занимаются. И в этом смысле много говорить. Это просто вредно. Много говорить и вредно. Почему? Потому что мы ведем какие-то закулисные контакты с Кремлем? Я просто не знаю. Я не знаю. Опять же, наша моральная, ценностная позиция, она абсолютно понятна. Мы осудили эту агрессию, мы осуждаем эту агрессию. В этом нет никаких сомнений. Я думаю, что, может быть, в этом находится некая причина и ситуация с еврейским агентством. Опять же, мы этого не знаем. Но мы попытаемся... Для нас репатриация — это важная ценность для нашего государства. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы позаботиться о наших гражданах, которые живут в Российской Федерации, и о еврейской диагностике, которая нас насчитывает, если не ошибаюсь, около 600 тысяч человек. Поэтому мы не можем дистанционироваться от этого вопроса. Делаем все возможное, чтобы урегулировать эту ситуацию. Война в Украине уже стала фактором нашей внутренней политики. Она уже стала фактором, который влияет на нашу предвыборную кампанию. Ешатит. Практически ни одна еще партия не начала свою предвыборную кампанию, так сказать, на низком старте. Но Ешатит, что она будет говорить своим избирателям по поводу этой войны в ходе, так сказать, оставшихся нам месяцев до 1 ноября? Ну, во-первых, Ешатит – это сегодня партия власти, в первую очередь. В центре нашей предвыборной кампании будут проблемы израильского общества, а не проблемы международной политики. Но наша избирательная кампания официально, я думаю, начнется в ближайшие две недели. Естественно, наша позиция будет проста и понятна, и мы ее озвучим. Кстати, будет ли уделяться у вас особое внимание, будет ли фокус, так сказать, дополнительный, что называется, на русской общине, либо по-прежнему, так сказать, партия образованных городских буржуа? Без различия от страны исхода. Ну, во-первых, мы, как я и сказал, мы партия власти, партия всех израильтян. Мы очень надеемся увеличить свою силу и остаться партией власти и сформировать новое правительство во главе с Ярем Лапидом и после выборов. Естественно, мы достаточно сильны в русскоязычном, среди русскоязычных избирателей. Естественно, мы очень надеемся увеличить нашу силу. Я думаю, что все видят уже за последний месяц, что Ярем Лапид является правильным премьер-министром для нашей страны. Очень надеюсь, что избиратели это оценят. У вас традиционный конкурент, я имею в виду в борьбе за русских, это НДИ. НДИ или КУТ, я думаю, что цифры это показывают. Но опять же, знаете, за последние 10 лет, с момента образования Яшатид, я думаю, что наша самая главная особенность, что на нас можно полагаться и можно верить тем словам, которые и тем обещаниям, которые мы даем. И я думаю, что для русскоязычных избирателей это важно. До существования нынешней, до ее создания, до существования нынешней коалиции Яшатид говорила о том, что она не будет сотрудничать с религиозными партиями. Сейчас мы наблюдаем, судя по заявлениям первых лиц вашей партии, что вы отнюдь не отказываетесь от подобного сотрудничества. Что изменилось за этот год? Религиозные политики или вы? Я думаю, что ничего не изменилось. Мы никогда не отрицали теоретическую возможность сотрудничества с ультрарелигиозными партиями. Но опять же, у нас есть принципы, у нас есть определенные постулаты нашей предвыборной кампании. Если религиозные партии эти принципы нашего нового правительства примут, они могут стать частью этого правительства. Если нет, значит нет. Принципы, вы говорите о принципах. Принципы, которые остались от нынешней, от существующей пока еще коалиции. Или вы вырабатываете какое-то новое, может быть, меняете свою программу, в связи с чем, кстати, и связано, может быть, обращение к ультрарелигиозным политикам, к яду, да, и так далее? Я могу сказать, что я, как координатор финансовой комиссии, за последний год я очень честно с финансовой комиссией сотрудничал и с представителями ШАС, и с представителями партии еврейской Торы. Поэтому не то, что мы не работаем с ними на парламентском уровне. Что касается их участия в Калиции, опять же, это зависит от них. У нас, как у Ешатит, есть принципы, в принципе, мы выступаем за еврейское, демократическое, либеральное государство, у которого есть определенные ценности. Если эти ценности для них приемлемы, они могут стать отчасти нового правительства. Если нет, значит нет. Странно слышать от вас о сотрудничестве с депутатами от оппозиции, в рамках, почему такое важное комиссия, как финансовая, поскольку они продолжают гордиться этим и гордились весь этот год, я имею в виду право-религиозный блок, что мы не работаем с этими людьми, они узурпировали власть, такие, как Беляк, такие, как Боастопоровский, ну, в общем, когда-то это было, кстати, Дицельман, они просто лишили нас механизмов, которые дают нам, даны нам согласно парламентской демократии, поэтому мы не будем с ними сотрудничать. Сейчас вы говорите, что, оказывается, весь этот год в Акас... Во-первых, изначально это была демагогия, никто их ничего не лишал, но я думаю, что особенность финансовой комиссии, это благодаря нам, как самой большой партии в коалиции, благодаря Алексу Кушнеру, я должен ему здесь отдать должное из партии НДИ, финансовые комиссии были очень профессиональные обсуждения, и в этом смысле мы очень рады, что и Ноназулайми сейчас, и Мушегафними с партией Еврецкой, а ТОР, они принимали участие в работе финансовой комиссии, я думаю, что это в конце концов идет на пользу избирателям. Это понятно, да, но получается, что слова отдельно... За кулисами немножко это было. А за кулисами эти люди с вами полностью работали. Вы, опять же, заявили буквально на днях по поводу жилищного кризиса, о том, что правильно совершенно указали, что это уже давным-давно стало одной из самых... жилищный кризис, стало одной из самых больших проблем нашей экономики, и мы, но мы решим этот жилищный кризис, Машбера Ди Юр. Как? Ну, во-первых, знаете, каждый год в Израиле нужно строить, чтобы, скажем так, удовлетворить тот спрос, который есть, и нужно строить от 70 до 75 тысяч квартир. Все последние 12 лет строили от 45 до 55, если я не ошибаюсь. Естественно, цены росли, у нас просто нет достаточно квартир. Что мы уже изменили? В прошлом году началось строительство 67 тысяч, если я не ошибаюсь. В этом году это уже будет 80. То есть, в первую очередь, мы сокращаем этот дефицит. И, кроме того, мы строим не только на продажу, мы начали строить и на долгосрочный съем, что это очень важная программа, чтобы у людей была альтернатива. Те, кто сегодня не могут себе позволить купить, а квартиру через несколько лет, у них будет возможность снять эту квартиру на 5 лет, на 10 лет, на 15, на 20 лет. И в этом смысле мы работаем с крупными подрядчиками и даем им налоговые льготы. И, опять же, невозможно эту проблему, которая сложилась за последние 12-15 лет, решить ни за один год, ни за два года. Но те шаги, которые мы уже начали делать в последний год, я очень верю и надеюсь, если у нас после выборов будет стабильное правительство, если мы сможем продолжить ту политику, которую мы начали в последний год, мы сможем решить, начать решить жилищную проблему уже в ближайшие 3-4 года. Вы же знаете, что существует примерно две точки зрения на решение жилищного кризиса. Кто-то говорит о том, что все из-за того, что правительство, ну вот она, с помощью бюрократических всяких процедур, с помощью просто нежеланий, неумений этим заниматься, вот она запутала все своими правительственными нормами, а с другой, другая точка зрения говорит о том, что власти просто самоустранились от решения этой проблемы, просто все впустили на волю рынка, и вот мы имеем результат. Я думаю, что правы обе стороны. И самоустранились, и есть очень много бюрократии. И в этом смысле мы прекратили это самоустранение, мы начали реально заниматься решением этого вопроса, и мы делаем в рамках той реформы по уменьшению регуляции, по уменьшению бюрократии в нашей стране, мы делаем все возможное, а чтобы как можно больше земли поступало подрядчикам, как можно по более низкой цене. Сможет ли нынешнее правительство, и в том случае, если оно станет будущим правительством, сможет ли оно все-таки, несмотря на заявления политиков о том, что мы можем решить проблему роста цен, проблему дорогой бизнеса, сможет ли оно действительно это решить? Ведь мало здесь что зависит от нас, рост цен на сырье идет по всему миру, нефть растет, ну и соответственно, это оказывает влияние, это оказывает на все цены. Что здесь может сделать наша, ну не такое уж несчастное, но достаточно ограниченное в своих средствах правительство? Несмотря на то, что это верно, что последний год мы живем в условиях мировой инфляции, хотя у нас инфляция, она ниже примерно в два раза, чем в Европе и в Америке, несмотря на это можно сделать очень много. Опять же, тот, кто превратил Израиль в дорогую страну, это Ликут, за последние 19 лет. Потому что в 2009 году цены в наших супермаркетах были равны ценам в Европе. В 2021 году цены в наших супермаркетах были уже на 40% выше, чем цены в Европе. И почему? Потому что в нашей экономике есть перекос, она монополизирована, и нет недостаточно конкуренции и так далее. Мы начали, опять же, мы в последний год начали решать эту проблему. Мы привели реформу импорта, которую не смогли за последние 8 лет никто провести, ни Кахлан, ни Натаньяо, ни Руи Фолькман, никто, все пытались, а никто не смог, мы начали эту реформу. Мы разрушили монополию Кашрута, мы начали реформу в сельском хозяйстве. Опять же, совершенно понятно, что, скажем, в ценах на бензин мы абсолютно зависимы от мировых цен на нефть. И в ценах на электричество, потому как на сегодняшний день все еще 23% электричества в Израиле производится за счет угля, и уголь за последний год вырос на 170%. Естественно, ситуация сложная. Но мы делаем все возможное. Мы сокращаем косвенные налоги. Опять же, свет должен был вырасти на 16%, он вырастет примерно на 7-8%. Бензин с 1 августа цена снизится. В той непростой ситуации опять же мы делаем все возможное, чтобы решить эту проблему. И опять же, я думаю, что благодаря реформе импорта уже в ближайшие месяцы, во-первых, ассортимент очень сильно увеличится, во-вторых, цена снизится. Депутат НСТ от партии Шатит Владимир Беляк, большое вам спасибо за эту беседу. Сейчас у нас немного рекламы, после чего узнаем, что думают по поводу войны в Украине в Ликуде. В эфире программа «От шабата до шабата». Бенемини Таньягу намерен приложить все усилия к тому, чтобы в предвыборный список Ликуда не попали люди с уголовным прошлым. Об этом сообщил интернет-портал Вайн, отсылаясь на источники в окружении лидера главной оппозиционной партии страны. О намерениях Нитаньягу было объявлено после закрытия списка кандидатов членов Кнессета от Ликуда на предстоящих досрочных выборах. На этом фоне Ликуд демонстрирует постоянство в вопросах общественного мнения. По их результатам партия Нитаньягу получает самую большую фракцию в Кнессете при любом предвыборном раскладе. В нашей студии пресс-атташе Ликуда Дмитрий Гендельман. Дмитрий, добрый вечер. Добрый вечер. Хорошо быть победителем, да? Вы в ряду тех людей, которые стабильно получают первое место у вас, вы не сходите. Давайте мы дождемся результатов выборов. 1 ноября мы можем эту тему обсудить еще раз, посмотрим, какой бы у нас будет финальный результат. Ну, безусловно, Ликуд по всем вопросам на протяжении уже достаточно большого периода времени лидирует, причем лидирует с большим отрывом от всех своих политических конкурентов. Ликуд, я имею ввиду его лидера, Бениамина Нитаньягу, впервые представил на этой неделе свою позицию по поводу закрытия Сахнуда. И, я так понимаю, по поводу более широкого контекста отношения к войне в Украине. Вы можете повторить эту позицию, Ликуда? Дело в том, что Бениамин Нитаньягу высказал свою позицию по отношению к войне в Украине еще 24-го, 28-го февраля, когда он выступал на фракции Ликуда в Кнессете, и он сказал, что от всех лидеров Израиля, всех, кто принимает решения, требуется сейчас только одно. Поменьше болтать, потому что вопрос очень существенный и чувствительный, поэтому чем меньше израильские политики будут выступать на эту тему, тем лучше они будут заботиться о безопасности государства Израиля. Что касается отношения к войне? Нитаньягу категорически против войны, и он считает, что война должна прекратиться немедленно. У Нитаньягу есть свое видение, как это, всю эту историю, чем он может в этой истории помочь, и я убежден, что когда он придет к вам в студию, а я думаю, что это один из первых вопросов, которые вы ему зададите, я просто не хочу озвучить его позицию, прежде чем он сам скажет, но я думаю, что он по этому поводу самостоятельно сделает соответствующее заявление. Понятно. Мы будем ждать, и естественно, он появится на студии. Просто еще один вопрос, последний, наверное, вопрос по этому кругу вопросов. На прошлых кампаниях мы видели фотографии Нитаньягу с мировыми лидерами, в том числе и с Владимиром Путиным. Помним, это была общая серия Лига Хэрет, другая лига. Я так понимаю, что Путина уже больше не будет в предвыборной пропаганде или куда? Я не знаю, будет ли Путин или тот или иной зарубежный государственный лидер в предвыборной агитации Ликуда. Но в данной связи я хочу вам подчеркнуть следующее, что буквально позавчера Бениамин Нитаньягу выступил с заявлением по поводу ситуации с Сахнутом, как раз то, что вы упомянули. Нитаньягу сказал очень четко, что и у него в том числе было большое количество разногласий с нынешним российским руководством и с Путиным, но он, руководствуясь исключительно интересами государства Израиль всегда находил способ эти разногласия каким-то образом преодолевать. Поэтому диалог с российскими властями при этом правительстве, при другом правительстве и так далее, он все равно должен происходить. Вопрос, каким образом, с какими акцентами и самое главное, все должны придерживаться основного правила это собственно для того, что главное это сохранение стратегических интересов государства Израиля. Тут же Нитаньягу те же лидеры Ликуда, критикуя вот сейчас правительство за то, как они ведут себя в кризисе вокруг Сахнута, говорят о том, что ну вообще это правительство любителей, я имею в виду правительство Беннета Лапида, так сказать, ну весь год существования правящей коалиции, и посмотрите, какую катастрофу, что они на международной арене просто, мягко говоря, не способствуют усилению наших позиций, а просто постоянно рушат их, просто постоянно наносит еще раз. Ну смотрите, ну только что был Байден, ну вроде как наших лидеров принимают в европейских столицах, вот Лапид недавно летал к Макрону, то есть когда Ликуд говорит о том, что нынешние власти опустили, так сказать, наш международный престиж, ну по-моему это перебор. Вы знаете, наша международная политика, политика нашего правительства нынешнего, она является зеркальным отражением, или там, не знаю, следствием той политики, которая, внутренней политики нашей страны, да, и это правительство, которое стало, было создано для того, чтобы здесь произошло изменение, чтобы сделать нашу жизнь лучше, в конечном итоге своих внутренних противоречий развалилось после года. Соответственно, наша международная политика очень похожа и на вот это вот все, что у нас происходит на внутренней арене. Вы имеете в виду, что нет преемственности? нет преемственности, что определенные политические лидеры ради какой-то строчки в газете, или ради заголовка в новостях готовы поступаться какими-то важными для Израиля вещами, на мой взгляд, кажется неприемлемым. Я просто хочу напомнить нашим зрителям о том, что в самом начале деятельности этого правительства были огромные конфликты у Лапида с правительством Байдена. И в свое время Шакет тогда призналась, сказала, что Лапид успел за это время сделать столько всяких разных проблем, потому что Беннету пришлось там звонить по каким-то телефонам, по красным линиям и срочно все исправлять и выправлять. То есть, к сожалению, речь идет о том, что к власти пришли люди, которые не совсем подготовлены к таким серьезным вопросам, к ведению серьезной, взвешенной политики на международном уровне, только потому, что им не хватает, ну, как минимум, опыта. Мы говорили об экономике. В первой части нашей программы обсуждали с депутатом Акнессета от партии Ешатит Владимиром Беликом экономические программы правительства Беннета Лапида, только пока не рассчитывают, может быть, их продолжать. Но, по большому счету, я думаю, вы согласитесь, так сказать, в макроэкономическом плане, именно в том, что касается ежедневной, так сказать, жизни людей, рост цен, дороговизна. То есть, вот этот круг экономических проблем между ликудом. И тем же, скажем, Ешатит и НДИ, ну, практически нет разногласий. Все против картелей, все против монополий, все за то, чтобы открывать рынок, и чтобы людям, люди зарабатывали больше, так сказать, тратили больше, и, соответственно, двигали экономику вперед. Ну, нет. А, и все еще, конечно же, против всевластия профсоюзных комитетов, там, скажем, всяческого рода лоббистов. В чем же, так сказать, почему хотя бы вы в экономике не смогли договориться, почему ликуд, скажем, не протянул руку правительству Беннета Лапидо, ну, скажем, помните, реформа, вот, Форера-Либермана снижение цен на импорт? Ну, базовые правила политики говорят о том, что правительство создано для того, чтобы править. То есть, они создали себе правящую коалицию так, как они ее создали, раздав миллион всяких разных обещаний различным секторам израильского общества. Задача оппозиции, как бы, не помогать им, да, а наоборот. Критиковать. Это первое, конечно. Но это не означает, что, как бы, если у них есть проблемы в коалиции, значит, нужно, бросив все, эту коалицию спасать. То есть, если бы это было наоборот... Ну, если коалиция говорит правильные вещи... Смотрите, коалиция, еще раз, коалиция была создана для того, чтобы эти правильные вещи самостоятельно притворять в жизнь. Если у вас не получается, положите мандат на полку, возвращайтесь к избирателям, в конечном итоге, для того, чтобы было создано такое правительство устойчивое, чтобы оно все правильные вещи, которые касаются абсолютно всех граждан, могло спокойно проводить. Мушегафни, лидер Яадута Тарам, буквально на днях дал интервью религиозной прессе, где заявил о том, что мы сделали ошибку. Оппозиция, право-религиозный блок, мы сделали ошибку, что не стали сотрудничать с коалицией в рамках парламентских комиссий. Что мы могли бы на худой конец, ну, и там устроить вот это пропагандистское поле, так сказать, там обрушиваться с критикой по конкретным каким-то вещам на правительство. вместо этого мы оставили вот эту арену, оставили эту сцену коалиции и ушли. В Ликуде полагают, что это было правильное все-таки решение бойкотировать работу парламентских комиссий? Решение бойкотировать работу парламентских комиссий, оно было принято после того, когда коалиция, собственно говоря, распределила места в этих комиссиях так, как удобно ей, но абсолютно не в соответствии с удельным весом каждой из партий. Это, собственно говоря, и вызвало волю, ну, целую волну недовольства в Ликуде. Ликуд сказал, ребят, мы вам там не нужны, то есть вы сами между собой там договорились, наш голос там не важен, поэтому мы просто туда ходить не будем. То, что касается религиозных партий, если они считают нужным, посчитали нужным или считают нужным, в дальнейшем присоединятся для того, чтобы, по крайней мере, их голос был слышен, голос был слышен, ну, окей, пожалуйста, но сегодня, когда у нас есть социальные сети, когда у нас есть СМИ, когда у нас есть любые доступные каналы коммуникации, в принципе, не находясь в тех или иных комиссиях, ты можешь высказать свое мнение так, как ты считаешь нужным и тем, готовь тебя слушать. С точки зрения Ликуда, скажем, во-первых, существуют ли вообще проблемы новых репатриантов, то есть это целый комплекс проблем, и если да, то готовы ли главная, пока что оппозиционная, главная оппозиционная партия страны, так сказать, вот заниматься ими, или в Ликуде полагают, что вот есть НДИ, они, так сказать, вот ближе к этим проблемам, они уже специфически занимаются проблемами нового граждан страны? Интересная вещь. В списке Ликуда, сейчас, ну, всем известно, что в Ликуде будут внутренние выборы, праймерис 10 августа, и такой очень интересный факт, впервые, со все время существования партии Ликуд, сейчас баллотируется 8 русскоязычных кандидатов, 8 человек, такого не было никогда. Соответственно, люди понимают, что их голос важен, они занимают активную политическую позицию, готовы участвовать в этих праймерис, это вот является, наверное, ответом на ваш вопрос, насколько партии Ликуд, и в принципе, активистам Ликуда, важно, чтобы голос русскоязычных израильтян был там услышан. Что касается специфических проблем русскоязычных репатриантов, конечно же, они есть. Есть застарелые проблемы русскоязычных репатриантов, которые в том числе не были решены партия НДИ, которая поставила их во главу угла. Более того, сейчас они были во власти целый год. Основные проблемы, с которыми НДИ до сих пор выходят на выборы от раза к разу, не были решены ни на сантиметр. Ни гражданские браки, ни транспорт по субботам, ни все, что касается смешанных семей, ну то есть всего комплекса этих проблем ничего так и не решено. Поэтому я не знаю, кто здесь в данном контексте может отражать полностью голоса новых репатриантов и в конечном итоге способствовать решению их проблем, которые, конечно, нужно решать. Яшати сказал о том, что они считают своими будущими возможными партнерами, ну после 1 ноября, после выборов, любые политические партии, кроме, кроме Сануд Датиты, Бенгвир, Смотрич, и кроме Объединенного Арабского списка, а так их двери открыты, ну, я так думаю, и для Ликуда, наверное, тоже. С точки зрения Ликуда, кто его будущие партнеры? Ликуд вместе со своими естественными партнерами, то есть, как бы, условно, с праворелигиозными блоком, туда входит и Циунуд Датит, и целый ряд религиозных партий постараются на этих выборах набрать больше, чем 61 голос для того, чтобы создать устойчивую правую коалицию. Если же этого не произойдет, мы надеемся на то, что это произойдет, возможно, что обратятся к еще некоторым дополнительным партиям, как Ликуда это делал и после прошлых выборов, возможно, их политика в этом плане или действия приведут к тому, что можно будет пригласить себе еще нескольких депутатов или отдельные фракции. Например, мы сейчас не знаем, каким образом на политическую карту повлияет вот это новое объединение Айль-Шакет и Йоаза-Энделя, РОХ-Цианид, как они все называют. Возможно, там будут еще какие-то кандидаты, может быть, они пройдут электоральный борьер. Они сейчас не говорят о том, что они накладывают вето на кандидатуру Нитаньяу в качестве премьер-министра. Поэтому давайте будем смотреть за динамикой происходящих событий и обязательно это обсудим в дальнейшем. Последний вопрос, Дмитрий. Обстановка, атмосфера, которая складывается в Ликуде, вокруг ее лид, бессменного, многолетнего лидера Бениамина Нитани Ягбу, я имею в виду, ну, скажем, вот эти медальоны верности, это не напоминает немножко культ личности? Конечно же нет. Потому что Ликуда это партия демократическая, которая представляет абсолютно все слои общества. Если кто-то, где-то, какой-то активист решил сделать какой-то медальон и раздавать его своим сторонникам или всем тем, кому это нравится, то, собственно говоря, почему уже нет? Сам лидер партии, услышав об этой истории, специально обратился к своим сторонникам и сказал, что, ребят, никаких медальонов и никакого культа личности. Единственное, то, что нас должно беспокоить, это безопасность нашей страны и в конечном итоге создание права правительства. Поэтому все хорошо. Дмитрий Гендельман, пресс-секретарь Ликуда, большое вам спасибо за эту беседу. Всего хорошего. Итак, у нас небольшой перерыв, а после него поговорим о том, почему полиция и контрразведка оказались не готовы к вспышке насилия в городах со смешанным арабо-еврейским населением. В эфире программа «От шабата до шабата». Полиция и шабак оказались не готовы к вспышке насилия среди израильских арабов в городах со смешанным еврейско-арабским населением, таких как Акка, Ло, Трамле, Яфа и другие. К такому выводу пришел государственный контролер Израиля Матания Гоенгельман в своем отчете о массовых беспорядках в мае прошлого года во время операции «Страж стен». Согласно отчету госконтролера, среди прочего власти не располагали оперативной информации о готовящихся погромах в этих городах. Городах с общим населением более чем миллион девятьсот тысяч человек. В результате более чем пятьсот актов насилия произошло. Погибли три человека. Многие сотни получили ранения. Был нанесен материальный ущерб на общую сумму почти в шестьдесят миллионов шекелей. Прокомментировать эту ситуацию мы попросили нашего корреспондента по криминальным делам Максима Гуллера. Максим, добрый вечер. Добрый вечер, Игорь. Можно ли выделить одну главную причину, почему и полиция, и шабак были не готовы к такому развитию событий? Ну, на самом деле проблема начинается не в момент начала операции Старожден, а гораздо раньше. Мы помним, что очень долгое время у полиции не было настоящего генерального инспектора. Полиция был некий исполняющий обязанности. То есть человек, который занимал этот пост, по сути дела, не имел ни зубов, ни права голоса, потому что для того, что управлять... права вырвать эти зубы кому-нибудь другому и своих людей. Для всего этого, для того, то, о чем говорит Матаньяу Энгельман, для всего этого нужны не только люди, но и бюджет, и средства. А когда человек исполняет обязанности, он не может прийти к министру и стукнуть кулаком по столу. Как полиция реагирует на подобного рода обвинения? Ну, безусловно, полиция, конечно же, поприветствовала публикацию этого самого отчета, но вместе с этим опубликовала довольно обширное заявление, обширную реакцию, и с вашего позволения все-таки фрагменты этого всего я с вашего позволения приведу. Пожалуйста. С самого начала производилась четкая процедура формировки картины развития событий на всеизраильском уровне в связи с большим количеством происшествий и их размахом. Данный процесс проводится непрерывно. Расстановка сил в начале событий основывалась на оценке обстановки и имеющихся разведывательных данных. По мере формирования реальной картины событий и увеличения численности оперативного состава силы направлялись в различные точки и города. И в принципе конец этой самой реакции. Израильская полиция будет продолжать действовать решительно, предотвращать беспорядки, арестовывать нарушителей общественного порядка, обеспечивать соблюдение закона, безопасность граждан, реагировать на чрезвычайные ситуации и спасать человеческие жизни. Дело в том, что незадолго до вышеописываемых событий у полиции закончился контракт с одной из частных фирм, которая предоставляла услуги, назовем это даже услуги прослушки. С помощью этой самой программы и речь идет не о той самой пегасус, но есть похожие программы, которые выполняют довольно схожие функции. Но тем не менее на основании с помощью этой программы полицейский следователь, который прошел соответствующую стажировку, может заходить в социальные сети, может отслеживать всевозможные посты. Сама программа собирает эти данные и анализирует, где больше опасности и от кого конкретно исходит угроза. Где те самые зачинщики уже на основании полученных и обработанных данных можно либо вызвать человека на допрос, либо попросту его как минимум арестовать. Тем самым хотя бы прервать цепочку, если вы помните, тогда, вот 2021 год, мы были свидетелями того, что буквально в считанные минуты публикуется некий пост, называется точка, где нужно собраться и буквально через полчаса, через 40 минут там вспыхивают массовые беспорядки, жгут машины, разбивают стекла. Всего этого полиция не знала. Мы только потом уже задним числом и полиция тоже самое начала понимать, как на самом деле все это происходило. Понятно, что изначально это было нечто якобы спонтанное, но потом это уже было целенаправленные акции и в каждом практически в городе, в каждом квартале, на каждой улице был такой вот зачинщик, который, по сути дела, провоцировал и подстрекал толпу. Вдобавок к этому, госконтролер говорит о том, что все действия полиции, все взоры службы общей безопасности и Шабак были устремлены в сторону нашей столицы, потому что, если вы помните, операция Страштен начиналась с марша флагов в Иерусалиме и Хамас открыл просто ракетный обстрел по Иерусалиму и практически все силы полиции, включая бойцов пограничной полиции МАГАФ, были сосредоточены возле стен и вокруг стен старого города. И когда начались беспорядки в Лоди, там, в принципе, это был первый город, где все это началось, там просто не хватало полицейских. Вдобавок к этому госконтролер отмечает тот факт, что даже в обычные дни до описываемых событий на месте, в полицейских участках очень многие полицейские вообще не говорят на арабском языке. И вдобавок к этому у арабской общины есть свои интересы, свои ценности, свои обычаи. Человек, который не знает и не понимает, что с этим делать, он попросту не то, что не должен быть там, не то, что не должен быть там, но, как минимум, у него должен быть человек, который может внятно перевести, что только что ему было высказано или то, что он услышал. Этого всего тоже не было сделано. Но, опять же, госконтролер говорит о том, что было после. А что было до этого, он не говорит. А то, что было до этого, это то, что происходит на самом деле и сейчас. Денег нет, полицейские зарплаты маленькие. Многие, то, что мы знаем за последние три месяца, многие полицейские просто отказываются. Они снимают форму, говорят, что за эти деньги мы работать не можем. Госконтролер также отметил в своем отчете и действительно очень хорошую работу полицейских на местах, потому что люди, не покладая рук, денно и ночно трудились и делали то, что они должны были делать, но у них не было средств для разгона. Демонстрации этого просто не хватало. Не хватало средств личной защиты. Вдобавок к этому сама координация была нарушена, потому что те оперативные данные, которыми владел и располагал шабак, они очень плохо поступали, они очень плохо передавались полиции. То есть сам координационный центр или центр управления был нарушен. Оперативные данные, которые обладает полиция, это один сегмент. Но мы знаем, что когда речь идет об населении, носителе арабского языка, там очень плотно и очень сильно работает непосредственно служба общей безопасности. И когда вот этот вот механизм взаимоотношений был не отлажен, а в тот момент, когда все это началось, понятно, что была уже полная неразбериха. И пока вот все вот эти вот ниточки свели в единый штаб, в единый центр управления, на это ушло, конечно, очень много времени. Но я только вам напоминаю, что практически все отчеты государственного контролера, как правило, создают громкие заголовки. Вспомните предыдущие отчеты госконтролера по делу о Горея Мирон, о ситуации там, и чем это закончилось. 45 человек погибло. Будем надеяться, что хотя бы этот отчет получит свое продолжение и не только на бумаге, и не только в новостях девятого канала. Сейчас немного рекламы, после чего поговорим о заграничных паспортах для новых репатриантов. В эфире программа «От шабата до шабата» Верховный суд Израиля на этой неделе был подан иск против дискриминации новых репатриантов. Центр правовой помощи новым репатриантам и адвокатское бюро Перрон и партнеры требуют признать незаконной нынешнюю процедуру замены загранпаспорта на Лесе-Пасе для тех недавних репатриантов, кто по различным причинам долгое время проживает за пределами еврейского государства. В Иске утверждается, что Лесе-Пасе фактически превращает людей в граждан второго сорта, и оно ограничивает их въезд в различные страны, ущемляет свободу передвижения, как их самих, так и их детей. В нашей студии вице-мэр Аждода, адвокат Эли Нахт. Эли, добрый вечер. Здравствуйте. Ситуация тебе известная и ситуация тебе понятна. Так что это? Дискриминация, ну или какой-то способ охраны государства Израиль, ну скажем так, чиновничьим, бюрократическими методами охраны своего гражданства, охраны своего паспорта? Мы подали этот иск, понимая в том, что то, что происходит на сегодняшний день, является просто дискриминацией, скажем так, деления граждан Израиля на первого и второго сорта. По одной простой причине. Государство, которое так трепетно относится к репатриантам, и так делает, чтобы они, делает все возможное, хотя бы на словах, чтобы к ним эти репатрианты приезжали, а по факту, когда они приезжают, они относятся к ним с очень большим, скажем так, подозрением и недоверием. Не может быть такое, что наши новые репатрианты, приезжая в Израиль, только из-за того, что когда-то Ария Дерри поссорился с Авикдором Либерманом, на сегодняшний день получали какой-то второсортный документ, да, который по большому счету приравнивает нас к палестинцам. Что значит к палестинцам? Потому что единственное, кто сегодня получает проездной документ, как Лисе-Пасе, в Израиле, а в мире вообще такого, скажем так, прецедента нет, аналога вообще нет на Лисе-Пасе, а в Израиле единственное, кто его получает, это только палестинцы. Вот когда они скажут, что мы видим новых репатриантов, своего рода палестинцам, нелояльные, скажем так, граждане этой страны, вот тогда будет все понятно, что те люди, которые возглавляли МВД с ультраортодоксальных партий, что они действительно о нас думают. А все остальные слова... Смотрите, Эмина ничего не сделала, чтобы это поменять, и я могу понять, кто является избиратель Эмина, почему они этим вопросом не занялись, да, но я думаю, что вообще вот этот вот подход... Я даже сейчас не буду говорить о том, что это действительно очень сильно ограничивает передвижение. Я не буду говорить о том, что вот за последние несколько дней... Секунду, Эль, давай сейчас объясним с собой схему, ну, чтобы наши зрители более предметно себе представить, тот, кто не сталкивался с этим. Ты не можешь, если ты долго не живешь в Израиле, да, тебе не продляют срок действия твоего заграничного паспорта, вместо этого Министерство внутренних дел дает тебе вот этот проездной документ, ты не пас, это лице-пасе, то, что называется, дает тебе возможность переезжать, переходить. Чиновники МВД говорят, да, так сказать, есть определенный способ, определенный запах дискриминации, да, но люди просто забирают наш, приезжают сюда на пару дней, берут наш загранпаспорт и улетают себе куда-то там делать свои дела. Ну, во-первых, это глобальный мир. У меня нет, у меня лично нет никакой проблемы, чтобы люди делали свои дела там, где они их делают, бизнес, семьи, живут на две страны, на три страны. Я не понимаю, мы должны каким-то образом как-то прикувствовать, к нашей стране, потому что, чтобы они могли получить какой-то паспорт или какой-то документ. Я вам расскажу вещи, которые вас поразят. Во-первых, человек, который гражданин Израиля, полноценный гражданин Израиля, сегодня, не проживая в Израиле, если он уже не резидент в Израиле, здесь не проживает, и просто захочет получить, вытащить туда дзуд, ему его не дадут. Вы знаете об этом? Не дадут, все, перестали, не выдают. Все. Человек, который не резидент, он не имеет права, вот МВД спросите, получить туда дзуд. С точки зрения нашего права, резидентом является человек, который живет больше 183 дней. Тоже неправильно. Представляете себе? МВД сказала, что во всем мире это 6 месяцев плюс 1 день. Правильно. Битуах Люми это 6 месяцев плюс 1 день. Для налоговой это 6 месяцев плюс 1 день. А для нашего МВД и для наших новых патентов это 75% от времени проживания в Израиле. То есть, если человек не проживает 75% от времени государства в Израиле, значит, он для их понимания не заслужил ту большую почту, чтобы получить документы. И по факту... Туда дзуд, мы же получаем в аэропорту, так сказать. Еще раз, Туда дзуд вы получите, вы перестали, вот вы, скажем, репатриировались. Вот вы репатриировались, вы получили Туда дзуд, и вы получили или загранпаспорт, который действует на год. Что такое на год? Что такое на год? Если вы куда-то хотите улететь, значит, вы должны, чтобы ваш загранпаспорт был как минимум на полгода срока, скажем так, действителен. Сегодня, пока вам распечатают паспорт и пока пройдет очередь в МВД и пока он придет вам, нужно взять заранее где-то пару месяцев. То есть, по факту, если вы получили загранпаспорт, который сроком на год и вы хотите заранее, заранее знать, что он действителен, вам через 4-5 месяцев уже нужно идти в МВД, чтобы его обновлять, чтобы он оставался сроком на полгода у вас. Значит, по факту, когда выдается загранпаспорт сроком на год, по факту, он выдается где-то на 4-5 месяцев. А второй вариант, второй вариант, это лисепосе. На 5 лет, кстати, после того паспорта на год, больше вам загранпаспорт не положим. А чего они боятся? Чего они боятся? Они говорят, они говорят своими словами, люди ультра-ортодоксальны, которые возглавляли МВД на протяжении много лет, они говорят, мы не хотим, чтобы эти преступники с нашими паспортами, люди, которые не имеют никакого отношения в Израиле, а только вот взяли паспорта, гуляли по миру. Вот это их фраза, я ее практически цитирую. Во-первых, эти люди, которые они называют, не имеют отношения к Израилю, являются гражданами Израиля. На секундочку. Ну, отойдем от этого в сторону, с вашего позволения. Что значит преступники? Это ложь. Почему это ложь? Потому что каждый из наших зрителей, который, скорее всего, когда-то совершал Алью в Израиль, я предполагаю, что наши зрители это делали, они знают, что один из основных документов это справка о несудимости. То есть преступник заранее, заранее не может получить гражданство. То есть тот человек, который берет этот загранпаспорт, он не может быть преступником. Да, если кто-то, нормативный человек в конце, скажем так, совершил какое-то ненормативное или преступление или поступок, но это может быть как-то статистически с каждым, нельзя теперь из этой истории рассказывать о том, что типа все репатрианты, всякие и сякие, и теперь все мы будем делать какие-то вещи. Я вам буду шокировать дальше, если можно, да? Давайте предположим, давайте предположим, Игорь, что вы вам предложили место работы в США, и вы будете ввести девятый канал с нового, скажем так, филиала, который находится в США. И вы поехали на несколько лет в США, и вы возвращаетесь обратно в Израиль. Вы в Израиле служили в армии, вы в Израиле платили налоги, вы в Израиле жили 20 лет, и вы возвращаетесь обратно, к своей любимой стране после такого короткого релокейшн. Вы знаете, что вам не полагается загранпаспорт больше? Не полагается. А вы знаете, что если бы на вашем месте, на вашем месте был не Игорь, а был бы Йоси, который родился в Израиле и поехал работать куда-то на 5-10 лет в Канаду, а потом бы он вернулся бы в Израиль, он бы получил бы совершенно свой полноценный загранпаспорт. А потому что он здесь родился. Вот и все. И вот эти все вот эти вот нюансы, которые я вижу, что они ваше фирмы, а вот по факту, а нету законов. Нету законов. Есть внутренние регламенты, которые придумают инструкции МВД, которые придумают Игорь Одно, Йоси Другое. Именно так. И вот это то, что мы видим постоянно, и вот это вот поведение к новым репатриантам. Я понимаю, что в результате это не только новые репатрианты русскоязычные, потому что они не могут делать такую сегрегацию и сказать этим да, этим нет. И под эти правила попадают сегодня все новые репатрианты. Причем такие могущественные ребятки, да, как и американцы. Именно так и американцы, но вся эта история, как говорится, происходит именно с того момента, что Арья Дерри боялся в какой-то, ну, когда он поругался или так далее, то есть был закон о Дэдфоро, я вам хочу напомнить, с 2017 года, который говорит по сегодняшний день, говорит о том, что все положены получать полноценные загранпаспорта. Арья Дерри не мог исправить, починить, отменить этот закон. Он не мог. И поэтому он просто, как говорится, придумал, как его обойти. Он сказал, ладно, я обязан выдавать загранпаспорта. Я их буду выдавать вот тем сроком, о котором мы говорили, самым минимальным. А все остальное лице-посе. И таким образом, таким образом, он просто обошел то намерение и то желание нашего законодателя, которое, скажем так, прописано в наших законах. А это он, по идее, тоже не имеет на юридическом основании права, потому что не может быть сегодня прийти, давайте, предположим, с вами какой-то закон, да, что если ты, предположим, там, я не знаю, нельзя продавать алкогольные напитки детям младше 18 лет. И приходит потом какой-то министр, и говорит, нет проблем, это нельзя, закон я изменить не могу, но штраф будет ноль шекелей. Но ясное дело, что если штраф ноль шекелей, тогда ты по факту обошел этот закон, но ничего не стоит этот закон. То есть, вот такие вот хитрые, скажем так, обходы, они, конечно же, противозаконные. И то, что делает Ария Дерри. И поэтому, мы сегодня находимся заложники, заложники, скажем так, некоторых людей, председателей религиозных партий, которые очень боятся и опасаются тех репатриантов, чтобы они здесь, не дай бог, слишком сильно долго не задержались, да, чтобы они не чувствовали себя здесь дома, обозначить их немножко вторым сортом. И вот эта, вот эта дискриминация, она действительно, на мой взгляд, оставьте, что ко мне сейчас обратились, обратились после этого иска очень много людей, говорят, он говорит, вы не представляете, насколько вы правы. Вот есть такой товарищ, например, очень знаменитый дитя, он мне написал в фейсбуке, Эдуард Долинский, в Украине, вы, наверное, знаете, может быть. Вот он сказал, что он гулял в аэропорту в Румынии, мне кажется, он говорит, шесть часов его держали, они не могли понять, что это за документ, мы знаем, как выглядит загранпаспорт израильтяне, это не загранпаспорт, еще одна женщина Марьяна мне написала. То есть, количество людей, которые по факту, скажем так, усложняет им это жить с этими лисепосе, в любом варианте, она очень большая. А теперь, с другой стороны, если можно, я вам скажу, что мы от этого, как государство, проигрываем, да? Вот что? То есть, те люди, которые берут наш, с вами, родной документ, они получают деньги с нашей казны? Они не получают. Они получают, не проживая в Израиле, больничную кассу, как только они не живут в Израиле, больничная касса им, как вы знаете, не положена. То есть, они по факту ни в денежном, ни в каких других льготах, ничего от нас не получают. Наоборот, это те люди, которые этим паспортом будут привязаны к Израилю. Из моего опыта, знаете, что до того, как я был заместителем мэра, у меня по сегодняшний день работает адвокатский офис, который уже там более 15 лет занимается вопросами миграции. Поэтому я очень близко с этим знаком. И я вам хочу сказать, что очень многие люди, которые приехали, как вы говорите, на два дня, взяли паспорт, уехали, и не хотели иметь никакого отношения с Израилем, а им просто хотели облегчить свою жизнь. В передвижении или в других вопросах. По факту, по результату этот паспорт, савриане сказали, ну, раз мы уже граждане Израиля, значит, давайте приедем, отдохнем в Израиль. Раз мы уже граждане Израиля, ну, давайте, может быть, какая-то, чтобы у нас была квартира, недвижимость. Раз мы уже граждане Израиля, то есть, и вот этот документ, по факту, я видел, как, наоборот, очень многих людей привязывает, изближает. То есть, наоборот, и даже эти люди, которые находятся за границей, они, как говорится, наши с вами какие-то послы доброй воли, можно сказать. И наоборот, мы должны быть рады тем людям, которые все больше и больше, скажем так, будут привязаны к Израилю, и люди, которых что-то, скажем так, стоит, и люди, у которых есть глобальные бизнесы, и люди, которые, скажем так, могут каким-то образом быть полезны государству Израиля. Пусть это будет экономически, пусть это будет культурно. И мы не говорим сейчас только с вами о каких-то олигархах. Смотрите, что сегодня происходит в России и в Украине. Смотрите, какая беда у людей. И сегодня, получая Лисе-Посе, человек, который приехал в Израиль, он, например, не может вернуться в Украину с твоим Лисе-Посе, ему нужна для этого виза. То есть на Даркон не нужна, а на Лисе-Посе, чтобы полететь в Украину, в свою родную страну, ему теперь на Даркон не нужна, не на Даркон, не знаю, на Лисе-Посе нужно поставить визу. И многие другие страны. То есть это очень сильно усложняет их возможность, как говорится, передвижения. И вот все вот эти вот моменты, которые состоят из тех вещей, которые я сказал, и многих других, если это обрисовать к одной общей картине, я могу сказать, что, к сожалению, те люди, которые руководили МВД на протяжении много лет, они все больше и больше закручивали гайки, связанные с новым репатриантом, особенно русскоязычными. Ну скажем мне, но у нас же был Ищеранский на этом посту, под его контролем. Ну я думаю, что это было более 20 с чем-то лет тому назад. И я вам хочу сказать, что его лозунг МВД под наш контроль, о котором вы говорите, и желание захватить, если можно сказать, МВД, тоже происходило именно с того понимания, с того понимания, насколько важна эта структура для нас с вами, и как взять так, чтобы она не искали. Я бы очень хотел, если вы меня спрашивали, я бы очень хотел, чтобы кто-то бы из русскоязычных политиков наших с вами, как говорится, потребовал и, скажем так, возглавил МВД как основной, скажем, портфель, которым он бы мог продвигать интересы русскоязычной общины в Израиле. Я думаю, чтобы это бы облегчило жизнь наших с вами, как говорится, соотечественников здесь гораздо больше, чем практически любой другой портфель людей, как говорится, политиков, которые на сегодняшний день они имеют. Ты опять хочешь историю Балия, потом развал, появление на обломках НДИ? Нет, я хочу немножко выровнять картину, которая выстрелилась в МВД, потому что это уже не только вопрос министра. Извини, а почему нельзя законодательным способом решить эту проблему, так сказать, с помощью законов просто ввести в рамки деятельности Министерства внутренних дел? Потому что, по факту, это очень много разных тонких, технических моментов, которые, как правило, основной закон он не предусматривает. И в каждом министерстве есть, скажем, один большой какой-то закон, то есть, скажем, там, Хокошвуд или там еще это. Закон о возвращении. Да, и его есть, как говорится, его трактат или его инструкция или его регламент или его какие-то правила или его токонот. То есть, как говорится, как его, скажем так, по факту с ним работать. И невозможно все маленькие детали, о которых мы с вами говорим, прописать в основном в основном законе. Но проблема, знаете, она еще больше, она укоренилась. Потому что, когда на протяжении 25 лет возглавляет эту структуру, скажем так, ультра-ортодоксальный человек с конкретным видением, а на роль гендиректора, как правило, это министрат иммун, то есть, это должность, как говорится, личное назначение. Личное назначение самого министра. И те люди, которые, скажем так, входят, принимаются на работу или становятся часть этой структуры со временем, это те люди, которые примерно похожие идеологические взгляды. И на сегодняшний день уже весь МВД уже пройдет, скажем так, не один год, пока можно будет изменить саму структуру МВД. Понимаете, даже если министр завтра изменится, как мы хотим, все равно, чтобы изменить полностью всю структуру, к сожалению, возьмет многое. И на этот момент, я извиняюсь, только последнее слово, единственный шанс сегодня у нас, чтобы что-то это исправить, это указание сверху от Верховного суда. Элинахт, большое спасибо за эту беседу. Спасибо вам. У нас впереди немного рекламы, после чего поговорим о том, почему у нас так много медуз на пляжах и когда эти медузы уже исчезнут. Вы смотрите программу «От шабата до шабата». Специалисты наши говорят, что медузы в огромных количествах, заполонившие берега Израиля, должны покинуть их в начале следующего месяца. Ну, плюс-минус несколько дней, а до этого времени придется терпеть. Стая медуз оккупировали побережье Израиля, снова отпугнув туристов. Из-за этих морских существ страна теряет около 10 миллионов долларов в год. Кроме того, они мешают работе электростанций и опреснительных установок, а также рыболовству. «Мы видим всё больше медуз. Они приплыли из Красного моря в Средиземное и наносят нам реальный ущерб». Медузы приплыли в Средиземное море по искусственному каналу. Они конкурируют с другими морскими обитателями за пищу и территорию. Учёные считают, что чрезмерный вылов рыбы помог медузам переломить ситуацию в свою пользу. Также этих существ привлекают сельскохозяйственные удобрения, которые стекают в воду с полей. Сейчас в Средиземном море обитает 17 видов медуз, но большинство не ядовитые. Эти морские существа на 98% состоят из воды и не имеют скелета. Даже самые большие медузы не могут противостоять течению, поэтому считаются планктоном. Сезон медуз на Средиземноморском побережье Израиля начинается в июне и длится полтора-два месяца. В это время людям рекомендуют плавать с особой осторожностью, поскольку соприкосновение с медузами может привести к сильным ожогам. И на этом программа от шабата до шабата подошла к концу. Всего вам доброго, будьте здоровы, увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова